Я предлагаю эту машину оставить в покое. Судя по растрепанным ниткам, она такая же зачуханная. Несмотря на то, что она с 2019 года, у нас смазка фигачила аж туда. Вот эту машину с 2019 года смело можно оставлять в покое. Пролюбили и поставили то, что было, типа а-ля с эпицентра. А блин, нам попит, зачем откручивался капот. Так, ну фильтр мокрый, это типа нормально. Коррозия здесь, здесь что-то потекло. За последние полгода влупили практически 30 тысяч. Как будто тут девочка ездила. И что? Что мы не открываемся? 70 тысяч пробег и плюс так громко тарактив мотор. Уже везде в районе 400. Вот эта дверь у меня крашеная. Реально прицепиться не к чему. Доброе утро. Сегодня моя очередь осматривать автомобили. Речь идет о Toyota Land Cruiser 200, значит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В принципе, с одной стороны, автомобиль очень неприхотливый со стороны автоподбора. Почему он неприхотливый? Потому что Toyota, неубиваемость, это все действительно про этот автомобиль. Но также есть и минусы, которым страдает 200 кукурузер. Сейчас я поясню, в чем дело. Немножко глубже. Надо смотреть по кузову. Почему по кузову? Потому что эта корова, она неуправляемая. Она вот не рулится, не едет. Не, хотя как не едет. У нее момента там, грубо говоря, 600 ньютон-метров, в зависимости от типа двигателя. Ну, сейчас речь идет о дизельном, а у дизеля. Большой крутящий момент. Так вот, в первую очередь, чего я понимаю, что там перегретые тормоза, это тупо стандарт для этого автомобиля. Будут подмятые фартухи, брызговики. В общем, та часть, которая под передним бампером металлическая. Вот она будет подмятая. Вот туда надо смотреть, чтобы она не была там обработана. Потому что основные эти повреждения автомобиль получает вперед. Ну, точно так же сзади он крашеный бывает. Ну, сзади это редко и, как правило, по другим причинам. Первое место, где ржавеет 200-й кукурузер, это задние арки. За задними колесами туда. Вот там первое место, которое конструктивно так сделано, что там вся срань, все говно летит туда. И первая коррозия именно там. На 11 осмотр первого автомобиля. И первый автомобиль нужно смотреть на авторынке. Там парень будет доступен всего лишь час с 11 до 12. Поэтому первое место оттуда. Заезд к парням на площадку такой хитрый. Я аж в самом конце. Предварительно уже знаю, что это одни парни арендуют у других. Ну, в общем-то, в общем-то, вон уже и наш кукурузер стоит, я так понимаю. Машина гудит, потому что я не присяду. Может быть, вот это. Сейчас посмотрим. Не помню, какие номера. Но, в общем-то, парку есть. Все начинается как обычно. Вот приходишь на площадку, и парни всегда говорят, машина не крашена. Ну, как бы, если крашены элементы, то говорят там, крашены видимые металлические элементы. Потому что это легко проверить. А вот если где-то что-то там подрамник крашеный, шпаклеванный, битый, вареный. Ну, никто этого никогда не говорит. Или, допустим, пластмассовые бампера. Ну, если людям тяжело определить, то они, в принципе, этого не видят. Поэтому всегда стандартно говорят, ничего не крашено. Ну, или же крашен один элемент. В данном случае у этой машины мы знаем, что крашена металлическая крышка багажника, которая нижняя. Там их две, верхняя и нижняя. Так вот, нижняя подкрашена. Следов шпаклевки я. Посмотрим. И крашеный еще передний бампер. Это то, что мы знаем наперед. Ну, а дальше смотрим. Ну, насколько я знаю, тут низ багажника и бампер передний. Ну, бампер передний. Ну, пластик. Не, пластик, да, не считается. Мне больше интересуют вот сами фартуки, которые под... Вот, давайте сейчас будем посмотреть. Если мы имеем проблемное крашеное место, это вот... 110, 114. Я тут больше, наверное, его для акта осмотра пробиваю. Так, имеем крашеный бампер. Да, вот, видно. Видно, что крашеный. Видно, что крашеный. Ага, имеем дополнительную сигнализацию. Значит, через убедимый его хер почитаем. Так. Предварительно... Предварительно нихера здесь не видно такого, чтобы было из разряда мрачного. Мрачного здесь ничего нету. Здесь нормально. Здесь нормально. Что мы увидим? Нифига здесь не видно. Все вопросы у нас, если будут, то снизу. А так... А так... Ничего, предварительно радиатор в листве. Это нормально. Это все можно повыдувать. Так. Когда мы последний раз были на сервисе, нужно ехать 14.06 при пробеге 75 тысяч. Свердесный интервал у него в 15 тысяч. Многовато. Мно-ко-ва-то. Так. Тут нормально. Ну, салону у него нефиг смотреть. Сейчас мы не подключимся. Что у нас здесь есть? Здесь. Давай-давай-давай-давай, открывайся. Открывайся, родной. Открывайся. Открылась тут до конца. Не только урану и наконец-то. Так. Что у нас с рамой на всякий случай? А, блин. Хер на рюк доберешься. Так. Тут нормально. Сейчас я попробую. 42, 43. Плюс-минус норм. Так. 45, 46. Возле номера кузова. Номер кузова читабельный, не коррозийный. Легкие царапины по кузову. И вот здесь вот есть. Диски, я так понимаю, проточенные. Потому что сам диск, он тонкий. Но он как бы выглядит, что он нормальный. На самом деле он тонкий. Что у нас здесь снималось? Ну, тут же бампер снимался. Тут по-любому видно. По салону сзади, слева ставили бутылки на картах. Здесь и следы потертостей, царапины. Блин. Вторая ручка, конечно, весло. Прикольно. Следов того, что снимался кузов, разбирался, я не вижу. Затертостей, ремни. Так, а что у нас по ремням, на всякий случай, 2018 года? А в объявлении оно написано 2019 года. Поэтому понимаем, что искусственно завышенная цена. Здесь не сильно затерто. Подертый потолок сверху. И причем так. Вот царапины такие от перевозки груза. Вон, вон. Там вообще сильно подерто. Такое ощущение, что чем-то таким, чем-то таким, не будем предполагать про оружие. Но... Так, самое мрачное водительское место. Ну, тут его нефиг смотреть, выглядит оно... Не вижу, чтобы оно было крашеное. Так, здесь двери не отнимались. Тут нормально. Ну, педали нефиг смотреть, тут особо неопределим. Такое подзатертое. 64 тысячи километра пробег. 64. Да, царапанная крышка. Так-то, в общем-то, а в общем-то и неплохо. Здесь тоже подерто, задерто от бутылок, пляшек. Легкие подертости здесь. Здесь что-то потекло. Ручки чуть-чуть подизношенные. Такая страховая ручка, можно ее назвать. Лобовое стекло с полным обогревом, с полной тонировкой. Внизу тоже потерто. Так, что у нас здесь? А вот здесь чистенько, здесь от напитков ничего нет. Сейчас я все-таки попробую заглядывать. Ну, следов, что она сильно влуплена, я не вижу. Ну, бампер у нее точно крашеный. Не вытягивали. По говну она сильно не раздавала. Не вижу этого. Что у нас здесь? Слегка уже рама пошла коррозией. Эх, подергать бы привода. Но это, наверное, не сейчас. Так, ну, мосты сухие. Вроде бы как и неплохо. Автомобиль вроде бы и неплохой. Но такой он, честно говоря, не впечатлил. Назовем это так. Потому что есть четкое сознание в голове того, что у нее корректированный пробег. Ну, по разным признакам. Пока молчи мне не замечаем. И также есть понимание того, что очень большое предположение, назовем так условно, что этот автомобиль из-под охраны. Поэтому мы эту машину берем на заметку и со спокойной душой едем смотреть дальше. Этот никуда не убежит. Ну, потому что, честно, не впечатлил. Так вот, вернемся к тем проблемным местам, на которые нужно обращать внимание при выборе такого автомобиля. Надо смотреть на переднюю часть крышки двигателя. Потому что ГРМ никто не отменял. И определить пробег у этого автомобиля компьютерным методом невозможно. Ну, как невозможно? Можно зайти, посмотреть, сколько он проехал. Но оно фиксируется все лишь в одном месте. И любой пионер с лаунчем или каким-то подобным оборудованием просто вот так в элементе корректирует этот пробег. Что в одну, что в другую сторону без каких-либо искажений. В общем, это не та машина, которой сложно отреагировать пробег. Отреагировать. Отредактировать пробег. Как-то я сейчас весь в процессе подготовки к школе. На самом деле, это еще та проблема. Я никогда не думал, что вот создание какого-то нового проекта и операционка так могут друг другу мешать. Хотя, на самом деле, я в операционке сильно-то и не состою. Но, тем не менее, времени уходит. Просто караул. Мы сейчас пытаемся втулить в 50-60 часов обучения всего того, чего знаю я. И я понимаю, что это слегка проблема. Проблема в том плане, что это все нужно каталогизировать и рассказать. А с учетом того, что лектор будет не только один я, будет нас еще 7 человек. То есть всего 8 преподавателей. То каждому объяснить. И да, я не беру преподавателей с университета по технической части. Я беру именно практиков. То есть все люди, которые будут преподавать, они так или иначе связаны с один авто. Кто-то это с СТО по гарантийному обслуживанию. Кто-то из нашего коллектива. В общем, это все не теоректики, а конкретные практики. Не будем об автошколе. Вернемся к кукурузеру. Машина, в общем-то, неплохая. С одной стороны. Ну, в плане того, что она надежная. Единственная у меня претензия к этому автомобилю, почему я не на ландкрузере объясню. Эта корова жрет, блин, 15-17 литров в городе и не подавится. Трасса, ну, хорошо. 12-13 литров, как за здрасте. И все. Да и, честно говоря, стоит он, если брать свежий, то под 70 тысяч я лучше дом построю за эти деньги. Понятное дело, что до 100 тысяч дом не построишь хороший. Но, тем не менее, это уже фундамент и крыша будет. А фундамент и крыша – это самое дорогое в доме. Но мы сейчас не об этом. Из автомобилей, которые приглянулись вчера, это был выбор упал на два автомобиля. Одна площадка, которую я знаю. Предварительно прозвонили, да, машина есть, все хорошо. И второй автомобилю перекупа. Ну, там такая стрёмная история. С машиной все хорошо. Мы сразу ее пробили. Вся история тихая, хорошая. Ну, как тихая? Я имею в виду без громких, пафосных выходок, которые там было луплено или еще что-то. Она была... Машина 2017 года. В ноябре она была купленная. В феврале 2018 года по ней уже была страховая выплата. Что-то там в 7 тысяч гривен. Но это вообще ни о чем для машины, которая была приобретена несколько месяцев назад по стоимости 100+. Что первая машина, что вторая со вчерашнего дня не появились. И вчера первой уже не была в продаже. А вторая сегодня после слов того, что Николай автоподбор один авто. Парень вообще где-то вывалился с радаров. Нельзя было ему дозвониться. А потом он сам перезвонил. Ну, наверное, какие-то технические сбои были. Говорит, ребят, я сейчас машину вам показать не могу. Начал вытягивать с него историю. И оказалось то, что она вроде бы тоже под продажей. То есть, скорее всего, ее приедут, заберут. Поэтому он не может ее показать. Хотя мог бы объяснить нормально с первого раза. А там начинается мутная история. Вот как будет, так покажу. Сейчас вы на меня не рассчитываете. Хотя большое спасибо за то, что хотя бы так рассказал. Я позвонил парню на площадку, у которого одна из машин стоит. Он говорит, что у меня 4 кукурузера. Но под наши параметры попадают 3. Поэтому сегодня будет на осмотре 4 автомобиля. Один на авторынке, на столичке. А еще три на другой площадке. Предварительно. Вот этот автомобиль 104 тысячи километров. По салону выглядит он лучше, чем предыдущий, который за 100. Хотя здесь руль имеет такие некие подряпины. От кольца, скорее всего, которые держались. Но салон, сиденье, состояние предварительно все лучше. Ключ мне выдали. Пошли сразу по моментам. Здесь милкод есть. Пошли по покраске. 119. Нормально. 121. 123. По зазорчикам все шикарно. Опять-таки. Это я фиксирую для акта осмотра. 140. Тоже норма. 106. 115. От Сим Сим откройся. Здесь у нас 114. Все хорошо. Квинкод есть. Здесь хватит места. Так, что у нас по внутряночке? Соточка. Эх. Квинкод здесь тоже присутствует. Значит, предварительно пока ищу, смотрю. Вот эта машина с пробегом вдвое больше выглядит вдвое лучше, чем его попередник. Есть понимание того, что в последнее время, вот где-то в апреле месяце, он поменялся, собственник этого автомобиля. И все пошло как-то шкеры-берть. Машина начала много ездить. Потому как совсем недавно у нее был немножко другой пробег. Не вижу, чтобы было продавлено от детских сидений. Значит, мелких детей эта машина не видела. Каких-то потертостей в подлокотнике тоже нет. Ну, я, как уже говорил, по салону нефиг смотреть эту машину. Что у нас с ремнями? Ремнями. Так, сентябрь 2018 года. 125. Также не вижу, чтобы где-то какие-то снимались, балки откручивались. Все на месте. Здесь точно так же в проемах. Хорошо так. Винкод. Винкод также присутствует. Ручка, она не настолько запиленная, не настолько уставшая, как, например, на предыдущем автомобиле. Соответственно, то, что мы ушли от предыдущего, это ничего страшного. Вот тут видно, есть легкие потертости, но они не такие огромные, как на предыдущих автомобилях. Хотя пыли здесь внутри предостаточно. Очень часто меня перекупы подкалывают в том формате, ты еще подними коврик, там грязь посмотри, есть или нет. Как бы я понимаю, их не сарказм. Я понимаю, что надо немножко вывести из психологического равновесия человека. Но внимание к мелочам порой выводит к таким моментам. Вот если обращать внимание на мелочи, потянуть за ниточку, можно увидеть такой клубочек здоровый. Казалось бы, при чем здесь пыль? Объясняю. Я с легкостью могу определить пыль бытовую от пыли СТОшно, имеется ввиду на малярке пыли. И вот если машина заявлена, что не битая, не крашеная, вся в родном цвете, никогда ничего не видела, а заглядываем в эти моменты и видим пыль с малярки, то понимаем, что здесь есть эффект обмана. И человек хочет просто максимально дороже продать свой автомобиль. Но беда заключается в том, что если машина все-таки была бита или крашена, даже если она сделана хорошо, она все равно уже ремонтировалась. И, соответственно, ценник у этого автомобиля должен быть ниже, должен соответствовать этим значениям. Ну, а то, что меня подкалывают, то дело такое. Меня мама учила не расстраиваться из-за того, что боженька между людьми неравномерно распределил умственные способности. Ну, тоже такое дело. Смотрим дальше. Так, здесь в пленке. Капот 138. Нормально. Та, е-мое. Эх, неудобно одним пальчиком. Так. Это вин-код у нее на месте. Так, судя по всему, вот это вот дело прикуривали недавно. Эта клемма так не должна быть. Ну, то есть, я имею в виду, ее скинули, накинули, прикурили и этим дело закончилось. Смотрим. Вот здесь он тоже присутствует. Сейчас фиксирую. Вот он есть. Видно, что двигатель не так часто запускается. Какое-то время эта машина стоит здесь, потому что уже окись на двигателе пошел. Сейчас покажу. Вот это вот окись говорит о том, что машина уже здесь какое-то время стоит. Ну, и, естественно, визуально здесь ничего не видим. Что может быть страшного по двигателю? В принципе, 4.5 дизель – это не та машина, которой нужно смотреть компрессию. Вот даже если у нее пробег 200, компрессию там смотреть не надо. Там смотреть можно что угодно, но только не компрессию. Самое слабое место у этих моторов – это все-таки турбина. Если турбина начинает сопливить, пускать масло в двигатель, то сразу же и клапана EGR страдают, и, ну, в первую очередь, впускная вся часть, потом все патрубки по турбине. Короче, суть в чем. Причем, если же у 200-го ландкрузера мы на дно моторе 4.5 дизель видим, что патрубки, соединяющие воздушные, они в масле, понимаем, что этот мотор жрет в среднем 1 литр где-то там на полторы-две тысячи километров. То есть это жрущее масло моторы, если оно уже начинает пускать. И вот первое место, куда надо смотреть – это вот именно турбина. Все, идем под низ. Идем мацать раму. Так, 44 здесь нормально. Датчики положения кузова целенькие. Так, пока вопросов к раме нету. Рама сзади. Рама сзади. Здесь 49, практически 50, здесь 41 микрон. В параллении, что я смотрю, что эта машина на сервисе вряд ли была в какое-то время. Я имею ввиду то, что у нее ошибок, наверное, за всю историю. И их никогда не терпили. Вот у меня тоже такое. Потому что вот как не приезжаешь, ну, единственная ошибка, которая может присутствовать, это датчик по солнцу. Вот здесь я такой, вау, история машины, нифига себе. Сейчас дочитает. Не, она ездила. Вот это все ответки, то есть она была. И ребята тоже, которые приезжали, смотрели, проверяли. Она на Киев-Львов обслуживалась неофициально. Ну, я смотрю, последние полгода на ней влупили, блин, практически, там... Если она была с пробегом 84 в апреле месяце, то сейчас у нее уже 104. Последнее АТО в конце сентября? Я к тому, что за последние полгода влупили практически 30 тысяч. Не, что, 20. 20. Да, 8-20. Ошибка по полному приводу так и светится. Сейчас смотрим, как отрабатывает пневма. И нарисовано, что она поднимается, но как-то не сильно она поднимается. Опустилась она, не успела включить на видео. Опустилась она быстро. Но подниматься пока быстро она... А вот, пошла подниматься. Видать компрессор. Хотя нет, компрессор пустой, маловероятный. Не, поднимается она нормально, но как-то слишком долгий у нее тормоз. Второй автомобиль, несомненно, лучший первого, который осматривали. Но, честно сказать, такого ощущения, чтобы... Вау! Ну, как-то, как-то, как-то нет. Тем более, вчера мы понимали, что было 4 к автомобилю к осмотру. Сегодня их с утра осталось 2. А теперь мы понимаем, что у нас их снова есть 4. Ну, почему 2? Потому что 2 уже были проданы. Они, оказывается, вот по 70 тысяч разлетаются, как горячие пирожки. И нормального кукурузера днем с огнем не найдешь. Тем более, в преддверии зимы, когда полный привод нужен. И никого нафиг не смущает то, что эта корова жрет 15 литров. Ладно. Что-то у меня понесло. Так, машина следующая к осмотру. Тоже ландкрузер, тоже 18-го года, судя по всему. Сейчас посмотрим сразу же по ремням. А-а-а! Запашок, как будто тут девочка ездила. Такой в духов. Причем не аллергенных. Темный потолок. Да, я вообще сюда залез. Гуду пуска посмотреть. Да, вон длинные волосы. От девочки. Нет, это машина 17-го года. Это машина 17-го года. Так, традиционно побежали. Все посмотрим по кузову снаружи. Для отчета. Машина оклеена. Причем оклеена она хорошо оклеена. Аж даже не видно сразу пленку. Да, вот. Вот она отклеена. Камни попадали. Здесь уже нет бронепленки. Так, 141-139. 120 легкий удар от соседнего автомобиля. Интересный. Тут такой цвет. Играющий. Не такой, как предыдущие. Ага, нашел. И что? Так, засосало. Давай открывайся. Что я делаю не так? Открывайся. Ладно. Откроем руками. Пока не открывается. Случилось следующее. Ну, у меня сначала в моей голове пазл не сходился. Как это так? Машина 18-го года. И у нее крышка не открывается. А все очень просто на самом деле. Дело в том, что до 17-го года такая опция, как открытие крышки багажника у Toyota. В принципе, не было. Только закрытие крышки багажника. Вот открытие. Машина стоит 100 плюс долларов. А открытие крышки багажника. Да нафиг надо. И так ее купят. Вот Toyota. Молодцы. Впереди планеты всей с этой опцией. И вот здесь вот попался и я. Я был уверен, что машина 18-го года. И парень так уверенно сказал, что она 18-го года. А по факту, то мы уже знаем, что машина 17-го. Стыдно, но как есть. А ну, она хоть закрывается. Закрывается. Но почему-то не хочет открываться. Сейчас я еще раз попробую. Может, я что-то не так сделал. Так, закрыла. Притянулась. Подождали. Нажали. Открылась. И само нифига. 123. Ах, ну запах, конечно, я обалдею. Так, проемы у нее не крашены. Ничего здесь нет. Информационной таблички на месте. Не снимались ремни у нее. Все работают. Двери не отнимались. Карты внутри салона не пошарпанные, не подертые. Следов царапины нет. Я зашел. Какой у меня пробег? 78. 78. Здесь история такая богатенная. Богатая история это означает то, что у этого автомобиля целая пачка документов. Ну, такое ощущение, что по каждому чиху-пыху он заезжал вообще на СТО. На, причем, сервисное, фирменное СТО. Но потом, когда после всего я взял, сфотографировал все документы и сравнил их с разными базами, то хочу сказать, что это далеко не все еще бумажки. То есть машина очень часто была на сервисе, но ни одного, как бы это правильно сказать, тяжелого ремонта, наверное, правильное слово, она не видела. Здесь вот слегка такое задертое, знаете, вот с замками на джинсах. Вот тут на руку не ощущается, но вполне запросто закрасится и видно не будет. По салону, темный салон, нифига не видно сейчас, а фонарик включу на случай, чтобы он увидеть, подертый, не подертый. Того, что он подертый, я не вижу. Стекло с полным обогревом. Я не вижу, чтобы оно менялось. Да, да, хорош, вот, хорош, просто хорош. Не знаю, сколько он стоит. Не снимались двери, видно, что они не отнимались. Уточное также здесь показываю, не отнимались от этой стороны. Самое мрачное место, которое есть, это водительское, и водительское сидение не подряпанное. Вот эта вот штука очень зря. Руль очень неплохой. Вот здесь он слегка затертый, типа кольцом. А дальше, а дальше очень, очень неплохой. Самое хорошее впечатление об автомобиле пока об этом. Так, ну здесь тоже ничего нет. Эта машина долгое время не стояла. Здесь у нее по двигателю, по крайней мере сверху, нет никаких соплей. И я не вижу того, что эта машина мылась. Так, а ну-ка, если туда позаглядывать, да нет, да все там на месте. По крайней мере, везде все ровно. Так, чтобы она в харю получала, я входу не вижу. Так, здесь тоже все на месте. Вот этот автомобиль пока самый, самый интересный, самый хороший. А раз он самый хороший, значит начнем его посмотреть глубже. Посторонних запахов нет. Среди всех осмотренных автомобилей, вот третий по счету, ну действительно самый классный, самый хороший. Вот и по запаху. И, но, есть еще машина не 17-го года, а 19-го. Она там, правда, дороже практически на 6 тысяч долларов, но суть не в этом. Два года разницы, и у нее меньше пробег. И, что самое интересное, этой машины еще в интернете нет. И вот она только приехала на площадку, буквально перед моим приездом. Она еще не мытая, не бритая, не подмытая, вот такая, как есть. То есть, ее еще никто не видел из покупателей. То есть, можно сказать, право первой брачной ночи посмотреть эту машину на этой площадке, принадлежит мне. Смотрим. Сейчас будет первый запуск этого автомобиля. Я специально не смотрю секретов, потому что мне... Так, не очень будет выглядеть. Крышка багажника открытая. Есть легкие царапины по кузову. Фонари затянуты пленкой также. А пленкой зачем фонари затягивают? Чтобы они царапались? Ну, я понял, это человек, который надорого пострадал, назовем так. Вот этот мотор работает как-то громко. Блин, руль, как будто кто-то погрыз. 19-й год автомобиля. Но здесь этот уже более такой зачуханный. Крым не работает. Салон неплохой. Но пока, честно скажу, в пользу все предыдущего автомобиля. Так, здесь я тоже не вижу, чтобы оно разнималось, откручивалось. 308. Здесь нормально. 73. Вот, ну, какое-то такое. Какое-то такое. Пожмаканное, что ли, погрызанное. Здесь вот защупанное. Блин, непонятно. 19-го года машина стертая вообще в сопли. Типа 70 тысяч пробег. Но, судя по растрепанным ниткам, что-то как-то и здесь сидение уже сильно затертое. Но пока не очень, честно скажу, как-то не очень. Но в любом случае мы его посчитаем. А шоу-нос, шоу-нос, шоу-нос. Да. Первое, первое января чуть не сказал. 26 января 19-го года. И что? Что мы не открываемся? А он что-то щелкает, но не открывает. Ага, он под закис. Такой, потасканный он. Несмотря на то, что он 19-го года, он слегка потасканный. Закройся. Стопэ, 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 стопэ. Откройся. Ай-яй-яй, получился вот. А не должно быть такого. А, вот, кстати, поэтому он мог и не открываться. Да. Сила его. Сейчас мы затянем. Вот так. И теперь, и теперь будет счастье. Грубо говоря, починили автомобиль. А, а, он здесь где-то приезжал. Вот он уперся. Вот, подерта. Ну, сразу здесь нужна пленка. Ну, здесь вот видно, бампер выгнулся. Апачки. А где он под? На 200-м лонд-крузере маркировочных мест более 10. То есть, он маркируется всякими наклейками, всякими табличками, тиснением заводским. Так вот, если где-то этой таблички нету, то вот туда надо иметь повышенное внимание. Ничего страшного, криминального нет. То, что нет наклейки на двери. Но, если ее нету, значит, что-то там было. Просто так их никогда не снимают. Это я все к чему рассказываю. Вот это очень хороший, интересный вариант для того, чтобы показать, куда и зачем смотреть. Вернее, не так. Куда смотреть в тот район. Но, когда нет таблички, нужно четко понимать, что в это место нужно иметь повышенное внимание. А где венгод? А где венгод? Вот здесь вот видно, что вот эта штука очень-очень неправильно стоит. И здесь она подзатерта. Здесь, видно, замок регулировали, разбирали. Что-то было с этой частью, что-то было с этой дверью. 94. А ну-ка. Да, и дверь эту заднюю снимали. Здесь оно, вот эту заднюю правую дверь, он где-то получал. Возможно, поэтому он и затянут пленкой. Можно, конечно, выловить, изловить где? 316-320. То есть мы понимаем, что у нее должно быть в районе 300. Здесь уже везде в районе 400. Вот эта дверь у нее крашенная. Занаря на то, что она в пленке. И плюс видно, что она скручивалась. И нету логотипа. Плюс вот этот молдинг не на месте стоит. Вот этот молдинг до конца не посаженный. Так бросается в глаза. А с учетом того, что нам надо и не битый, и не крашеный, я предлагаю эту машину оставить в покое. Плюс она, ну, откровенно. Вот если интересно мое мнение, вот у нее приблизительно она такая же зачуханная, как машина самая первая, которую я смотрел. Да, на 19-го года. Но вот эти вот все моменты зачуханные. Уставшие. То есть то, что здесь 70 тысяч пробег и плюс так громко тарактит мотор, ну, непонятно. С этой дверью, а с этой дверью у нас, с этой дверью у нас все на месте. Эта дверь у нас не трогалась. Мотор типа в паутине, как для 70 тысяч, он слегка громко тарактит. Поэтому я понимаю, что здесь немножко больше. По крайней мере, визуально я понимаю, что что-то не так. Он кто-то что-то от масла забыл. Капот откручивался у нее. А зачем? А зачем откручивался капот? А блин, нам пупик зачем откручивался капот. Я думаю, что вот эту машину 19-го года смело можно оставлять в покое. Она не очень хорошо выглядит. Даже читать ее не будем. Из трех автомобилей на этой площадке выбрали тот, который, ну, по счету третий был осмотрен. Тот, который с черным потолком, назовем так. Тот, который с приятными женскими духами. Тот, который с кучей пакетов с бутика в багажнике. Вот этот вот автомобиль едет на СТО для дальнейшего осмотра. Вот если он снизу такой же классный, как и сверху, то особо на нем можно будет даже не торговаться. Потому что машина действительно, ну, по крайней мере, сверху, визуально она очень хорошая. А вот хорошая ли она снизу, поехали смотреть. Ну, и, в общем, вот этот автомобильчик. Достали его из недров большой кучи других автомобилей. Никаких дымов, клубней из выхлопной трубы нету. Пока неплохо. То есть, значит, мы понимаем, что у этой машины на месте стоит и сажевый фильтр, и катализатор. То есть, с экологией здесь все нормально. Ох, ты как побрызгал. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Едем сейчас на СТО. Фу, е-е-е-е, камера упала. И будем смотреть этот автомобиль снизу. Опускается машина. Она была задранная. Теперь она опустилась. И ей, наверное, так комфортнее ехать. Но опускается она очень быстро. Поднимается она, конечно, медленнее. Не так, как опускается. Вот если бы она еще поднималась так, как опускалась, ну вообще была красота. Ну, сейчас, грубо говоря, упала она на брюхо. И эгегей, поехали. Парень молодец. На желтый не поехал. Понимает, что сзади я еду, потому что я бы уже попал на красный. Я сейчас обогнал парня. Он едет за мной, потому как он не туда банально повернул. Он говорит, сказал, что я знаю, где арт-драйв. Но по факту я понимаю, что он нифига не знает. Потому как один из поворотов мы уже проскочили. А второй, 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 второй. Я ему не дал проскочить, потому что я выехал вперед и уже веду его я. Да, он видно сзади, он мелькает. Но предварительно хочу сказать, что никаких там клубней дыма у него из трубы не вылетает. То есть был момент, когда он там очень хорошо ускорялся. А когда ускоряется, то, естественно, топливо уходит намного больше. И вот при этих моментах сразу же видно. Там чиповка автомобиля, вырезанные экологии, всякое такое. Здесь пока, по предварительным данным, нифига страшного нет. И все равно сейчас мы заедем на подъемник и посмотрим, что там с этим автомобилем внизу. Вот эта вот притертость, я думаю, на игре цвета будет понятно. То есть тактильно оно не ощущается, что оно вмятое. Но если сыграть на игре цвета, то чуть-чуть видно, что совсем чуть-чуть оно придавлено. Вот эта штука запросто отполируется и видно ее, в принципе, не будет. Дальше, что еще хотел сказать. Значит, крышка багажника с пульта открывается, с кнопки открывается. Внутри салона и вот здесь с этой кнопки не открывается. Ну а дальше, наверное, сейчас все уже пойдет снизу. По креплениям все на месте. По аркам у нас, блин, да везде красота по аркам. Так, здесь вопросов по раме я не вижу. Тут нормально, тут хорошо, крепление на месте. Следов того, что что-то с рамой делалось, пока не вижу. Ну и, естественно, вот это колесо, вот эта арка, пока не поднялся автомобиль. Все крепления на месте, ничего не отломано. Сейчас, секундашечка, я возле номера пощелкаю. Так, 50, сверху 42. И на самом номере 50. Ну, кстати, крестовину прошприцована. Ну и здесь тоже прошприцована. А прошприцована до такой степени, что аж смазка вылетает. И вылетает она не от того, что она вылазит, а вылетает от того, что лишнее. Это говорит о том, что автомобиль действительно дизлита. Для обслуживания карданных валов есть специальная консистентная смазка. Ну, на сотом кукурузере, по-моему, там даже был одно время регламент работ, каждые 10 тысяч надо это шприцоваться, если машина говно видит. Ну, вот скажем так, если она ездит по бездорожью, то это надо делать чаще. Но, тем не менее, это все равно нужно делать. На крайних машинах, которые мы осматривали, я этого не видел. Но я точно знаю, что это нужно делать. Делается это очень просто. Есть специальный шприц, туда забивается смазкой. Ну, так, чтобы очень абстрактно. Это нечто похожее на солидол. Потом при помощи переходника оно подсоединяется к штуцеру, под давлением подается в полости самой крестовины. Вот эта смазка пока не начнет вылазить. Как только начинает вылазить, понимаем, что вся эта система смазана. И то, что разбросана смазка вокруг вот этого карданного вала, это именно оно. Это говорит о том, что эта машина обслуживалась. Поэтому это очень хороший признак. Потому что на других машинах редко на каком есть до 100 тысяч обслуженные карданы на ланкрузерах. Здесь нет. Туда сейчас доберусь. Там тоже прошприцовано. Тоже вам видно. Аж смазка вытаскивает. Вот это вот все смазка из-за того, что когда обслуживают, набивают, шприцуют карданы, вот это все потом лишнее разлетается. Так, тут нормально. Я пока пошел смотреть раму. Раму со всех сторон. Так, до отбойника она вот так не приезжала. Так, а что у нас по выхлопной? Да, вот полухлопной тут вообще чистота, с экологией тут все нормально. А в местах у нее нет. Так, обычно вот в этих местах уже всегда идет коррозия. Здесь ее, она только начинается. Вот самое-самое начало. Слегка где-то корродируется. Диск литой. А вот я про вот это вот говорю. Совсем чуть-чуть начало. Хотя здесь нормально. Так, идем по раме дальше. Здесь хорошо прощупаем. Тут нормально по переду. Сейчас поднимемся, посмотрим. Так, здесь следов сварки. Лишний я не вижу. Я думаю, вот эту можно снять, а то не обязательно. Тут уже под ней и так все видно. Ну что, рама мне как минимум нравится. Так, сам кузов, насколько он коррозионный. Коррозии не вижу. Не, есть, конечно, места, к которым можно прицепиться. Типа вон где крепление амортизатора. Сама чашка, поддон. А так, а так, а так. Даже понимаю, что масло меняли в редукторе. Что бывает крайне редко. Так, а посмотрим, меняли ли его на официале. Как раз сравним с тем, что есть. Так, так, так. Так, по кузову тут все хорошо. О, уже открылось. И вот теперь самое интересное. Это, 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 это места, где он мог отхлебнуть, получить. Не вижу пока следов каких-то, что он в борду приплывал. Вот не вижу. Все у него очень даже и неплохо. Пятки, крепления. Так, здесь ровное крепление. Здесь тоже не вижу, чтобы заклепки снимались. Тут нормально, там нормально. Привода. Нема люфта. Вот здесь чуть-чуть люфт есть. Совсем чуть-чуть. Но пока рекомендация наблюдать. Здесь сухо. Вот просто красота. Сухо и комфортно. Это у нас что? Это у нас смазка фигачила аж туда. И здесь сухо. Неплохо. Здесь нормально по приводам. Ну, среди болезненных мест, если посмотреть, то тут все, все чудесно. Даже реально прицепиться не к чему. Масло внутри. Сюда. Так, тут нету. По заду есть какие-то вопросы? Толка стабилизатора. Поперечной устойчивости который? Вон он. Понял. А здесь нормально? Да, здесь нормально. Ну, уже тоже, если их заменять, уже трещины. Да то, что трещины, то такое дело. Просто в зиму, я понимаю, вряд ли это кто-то будет этим заниматься. Течей никаких не вижу по раме. Вопросов у меня нет от слова вообще. Несмотря на то, что рама слабое место. То здесь она не варена, не гнута. Кроме того, все критежи у нее на месте. Радиаторы камнями не забиты. Очень похоже на то, что это действительно ее пробег. Так, по резине обещал. Вот уже скоро контрольные точки у него будут. Но до контрольных точек не дошел. Но задние колеса, они еще типа классные. А вот передние, они стесаны наружная часть. Потому что повороты заваливают. Хотя и до контрольных точек здесь уже тоже практически дошло. Значит, если коротко. Вот этот вот шарнир равных угловых скоростей, внутренний шрус, он чуть-чуть имеет люфт. По всем остальным нормально. По втулкам стабилизатора переднего есть вопросы. Также уже подрастрескались, но не рассыпались еще вот эти сайлентблоки. Эти, как ни странно, целые. Дальше. Вот эти втулки заканчиваются. Но, я думаю, до весны они еще доживут. По выхлопной системе она вся ровная. Каты здесь на месте с экологией. Тут все хорошо. Кузов ржавчины не имеет. Рама часто бывает ржавая. Но здесь вот есть моменты, где оно только начинает поддаваться коррозии. Вот эти моменты. И вот здесь вот. Сейчас поймаю. Вот сзади. По выхлопной системе можно вообще прям в самую тузину посмотреть. Я ехал за автомобилем. Он не дымил, не коптел. По кузову она везде красивая. Но бампер я все равно вижу, что с ней мали. А так, в общем-то, красиво. Вот здесь вот легкая царапина на пластиковом пороге. Вот здесь вот зацарапан пластиковый порог. Если сделать выводы, то автомобиль очень даже неплохой. Ну, не то чтобы за свои деньги. Он действительно очень неплохой. Он хороший. Имеем из-за недостатков. Это слегка у него внутренний шрус с правой стороны. Такой он уже. Он еще будет долго ходить. Он еще не кончился. Но он уже имеет люфтец. На него надо просто за ним следить, наблюдать. Из того, что ожидает человека не сейчас, а весной, это надо будет наверняка уже поменять. Передние втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Задние сюда же тоже втулки нужно менять. Передние салентблоки каких-то там рычагов в комплексе. Это все четыре. Но имеется в виду передний рычаг. Он имеет по два салентблока с каждой стороны. Передний переднего рычага и передний и задний переднего рычага. И вот, скорее всего, вот эта вся тема должна быть заменена. Но, опять-таки, об этом уже весной. А так, машина классная, машина хорошая. И еще из минусов мы вытянули то, что у нее по истории было. Крашеный бампер в 2018 году на чего-то там 7000 гривен. То есть мы имеем не замену бампера. Мы имеем не какое-то что-то там. Мы имеем какой-то легкий подкрас. То есть что-то незначительное. В общем и целом машина очень неплохая. Парень доволен. Звонили неделю назад. Никаких сюрпризов машина не выдала. Поэтому ездит, наслаждается. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Ну а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Ну а мы, как всегда, будем дальше делать видео-выпуски эти и многие другие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!